И так всем привет дорогие друзья с вами снова Макс и Олешка и вы смотрите гайд на тинкера ну что ж все как обычно в принципе на таких более сложных героев записывает гайды Олешка Ну я не знаю в какой степени он сложный просто я за него не играю как и за некоторых других например за мипа и за инвокера за которых играет хорошо Олег Ну и в общем то вот пока есть возможность он будет записывать гайд на тинкера сидит рядом здороваться не будет потому что он не воспитанная чума ну это совсем другая история Ну что ж пойдем мы естественно джангл если вы играете за тьму то это желательно делать но если вы не умеете фармить лес Блин а зачем я собственно записываю гайд если я говорю если вы не умеете Естественно ну большинство людей кто смотрит мои гайды они не умеют играть за того или иного персонажа поэтому и смотрят их Ну что ж тавтология конечно была но ладно не обращайте на это внимание в общем то сейчас будем показывать наиболее такой распространенный вариант игры за тинкера в случае если мы попадаем за казармы тьмы Сейчас будем фармить лес я повторюсь если мы играем за свет то желательно идти в мид Потому что за свет ну как бы не очень хорошо фармить лес получается Здесь позиция у нас выгодная очень Будем фармиться на двух стаках то есть на стаке хороших крипов Ну всегда там они появляются вот этот вот самый крайний и на стаке ну покажи этот стак хотя бы вот на этом стаке и вот на этом стаке Ну на крайнем самом правом появляются такие более жирненькие крипы очень ну самые сильные в общем лесные крипы Конечно за исключением эншентов у эншентов свой стак но они являются самыми сильными крипами в доте Ну в общем да но на левом стаке появляются совершенно разные крипы то есть там могут быть и слабенькие могут быть и сильненькие поэтому там уже все зависит от удачи В общем на первом левеле качаем третий скилл это наши машинки покажем как они работают Урон смешанный сразу скажу поэтому даже работают на эншентов поэтому если вы видите тинкера который идет фармить эншентов то не удивляйтесь они по ним дамажат Так ну вот в общем то и все пока что Про дэмэдж я думаю говорить этих машинок не стоит потому что они наносят огромное количество Особенно если вы соберете совершенно все машинки это просто будет нереально больно Ну вы наверняка умрете если вы прямо так вот будете бежать и собирать все подряд От них можно замансить у них все таки не такой уж большой радиус действия Хороший такой приличный но все таки уйти от них довольно таки легко Хотя если вас застают врасплох то это сложно сделать Но здесь есть големы и вот еще такая особенность Если вот вы фармите лес и вот на вот этом вот правом стаке появляются сатиры Это вообще не очень хорошо потому что сатиры имеют пассивку регенерации Ну здесь урсы это неплохо Ну пассивка регенерации как вы поняли очень сильно нам мешает То есть смотрите на 53 секунде примерно где-то на 52 заряжаем вот этих вот наших машинок Ну так чтобы собственно эти все два стака зацепило И видите из двух стаков делаются получается двойные споты крипов То есть там с левого стака получилось два стака Туфтология понеслась Вася Ну я думаю вы поняли То есть нужно следить за таймингом То есть сейчас нас не должно заботить то чтобы всех этих крипов добить за эту минуту Нет просто мы будем бить простыми плюхами А вот как раз таки машинки запускать на 52 секунде Ну и тем самым делать двойные стаки крипов на вот этих обоих спотах В точках Вот сейчас подходят Ой сатиры это плохо Вот я о чем говорю Они будут регенить только вот 52 секунда Вот примерно на этой позиции Так зрительно запоминайте Видите фармятся даже големчики Там вроде не сделался Не сделался все нормально Вот Собственно эти Как их зовут то Я забыл Огры Вот огра самые путные крипы мне кажется в лесу Потому что они особо не дамажат За них хороший голд капает Ну и они в принципе ну не такие что крепкие Такие мясистые Знаете Крепчики Ну а на левом стаке у нас сатир С ним будет посложнее Его нужно будет как-то вне очереди пытаться убить Вот видите Стоите и бьете пока что левый стак Пока есть время До 53 секунды А если сейчас второй сатир еще появился Ну да Один регенит это тоже Вот петухи там урсы есть Ну и стак сатиров То есть три стака Кочти фуловые все Не коцанные 52 секунда Запускаем машинки Здесь ну в общем то не принципиально Что качать Либо ракетки Ну ракетки они нужны в основном для того Чтобы харасить врагов Потому что на крипов они не работают Эти наши ракеты Второй скилл я имею ввиду Ну и поэтому Качать его пока что я не вижу смысла Поэтому собственно мы и киданули Ну первый скилл на один Это бласт в общем то он точечный То есть пускаем во врага Врагу наносится чистый урон Довольно таки сильный Такой хороший чистый урон Да и плюс еще эффект миссов появляется у врага По которому мы фиганули этим лазером Я его часто путаю с бластом Блин я кажется сказал бласт да Лазер ладно Ну и в общем то враг начинает Там почти со стопроцентной вероятностью Промахиваться Какой то промежуток времени Но в основном этот скил Используют люди Я имею ввиду в основном По большей части Чтобы добить врага Он вообще стилищий такой Им легко добиваться Сколько там урона Да на последнем уровне 320 Ну вот чистого урона Это вообще охеренно Ну а приоритет мы сейчас будем отдавать Естественному третьему спеллу Потому что благодаря ему мы будем фармить С уровнем прокачки увеличивается Естественно дэмэдж от каждой машинки То есть тут как Вы сами видите такая куча машинок вылетает И каждая машинка вносит какой то свой дэмэдж То есть если она вас ударяет Она исчезает И ну если один враг пробежит по прямой траектории То появится такой знаете желобок Как Моисей когда воду раздвинул Так и тут Вот такая волна машинок Он как бы если один враг проходит Он собирает все эти машинки Они исчезают И получается вокруг него такая пустота Если следующий враг же не поет Короче ладно Это не так важно Я не знаю зачем я это вообще говорю Ну имейте ввиду что Когда вас эти машинки бьют Они исчезают Точнее машинка которая вас ударила Ну а если вы побежите вдоль вот этой вот всей волны Естественно она вы огребете по волной программе И легко умереть можете А что ты ботал не купил Пока что нет Ну ладно В общем первым итемом варим соул ринг Приобретаем тапки И сейчас у нас в приоритете собрать нужно травела Травела это тапки телепортации Они нам позволят прыгать по лайнам Пушить линию очень хорошо Фармить, гангать, помогать Ну в общем просто это лучшие тапки на тинкера И причем наш ультимейт позволяет перезаряжать наши способности Наши итемы, поэтому перезарядить травела нам не составит никакого труда То есть тп шнулись, перезарядились У нас опять травела в откате И мы можем попушить линию и опять свалить Леша нет, только попробуй Я два стака делаю Найди и скажи еще найди где Зашибись, ну все Леша спасибо Че? Ну затупил, все нету спал Ну хотя сейчас они могут сдохнуть Ну не сдохли они, ну спасибо Ну ты отвлекся что ли на него? Да потому что в этот гребаный микрофон тыкал пока Леша спасибо тебе, я стак из-за тебя не сделал Вот так вот, все серьезно, стак не сделал ГГ, ну тут и так много этих жирненьких В принципе, да этот стак уже сбился То есть и здесь еще один спот не сделался Хотя в принципе Ну короче он где-то из-за Леши просрал Ну, нет, я имею ввиду по голде сколько ты просрал Если вот этот спот, где-то голды нет, побольше Да, у два же спауна Голды 300 наверное, 250 просрал То есть это уже какая-то Минус большой То что травела Рецепт на травела стоит 2000 голды Это самые дорогие тапки Поэтому Сложновато их выформить Что делает Леша? Он сделал трипл килл Как, каким, каким образом Играет за Клинкза И как-то сделал добыл, ой, трипл, точнее А где он сделал их? Харди? Ой, да, наизил они, точнее со стороны света Ну там брызг Да все, ладно Это паблик, если бы ты вообще с незнакомыми людьми играл Это было бы вообще капец какое Они бы сейчас подходили Вот, да Когда Клинкз в команде Это тоже тупо Почему-то вот когда Олег пикает Тинкера Идет в лес за тьму И у нашей команды всегда Практически Клинкз Ты помнишь, сколько у тебя уже Ситуаций таких было Что вот ты наделаешь этих стаков жирных крипов Клинкз подбежит, схавает одного Потом побегает, побегает За другим прибежит И это, конечно, да Ну, видите, на 52 секунде Всегда кидайте эти машинки И будет вам счастье То есть без всяких лишних усилий Делается два стака на изичах Дабл спавны мутятся хорошие Ну вот, в общем-то, к нам поступила ульта И ульту не думайте по мере поступления качать На первом левеле ее качайте, естественно На втором же тоже, да, как по мере поступления Там вроде на два левела позже ее качайте А, да, пока остальное не замаксите На второй левел ульту не поднимайте А третий левел ульты вообще нам не нужен до 25 левела Потому что, ну, с увеличением прокачки нашего ультимейта Ну, конечно, уменьшается скорость этой перезарядки Это плюс Но увеличивается требовательность к мане И нам ее вообще не будет хватать Если мы будем перезаряжаться Лучше там постоять какую-то лишнюю секунду Потыкать наш ультимейт Подождать, пока перезарядятся наши итемы, там, способности Зато мы в мане сэкономим А если мы там будем, там, ну, я не знаю, сколько там Полторы секунды, да, он просто перезаряжает секунду На последнем левеле он секунду, видите, перезаряжает То есть, а зато по мане требуется намного больше Лучше простоять одну лишнюю секунду Хотя, естественно, это может сыграть с вами какую-то свою шутку Там, вы кого-нибудь не догоните Или, наоборот, не успеете перезарядиться, вас убьют Но, в любом случае, лучше, да, не рисковать с маной У нас ее не так много Потому что нам всегда нужно активно кастовать Для этих целей отлично подходит соул ринг Он до лейта сохраняется Потому что, ну, это обязательный итем для тинкера Хоть он и не такой дорогой, но для тинкера он важен Очень сильно Вот сейчас, видите, уже разобрали эти три стака Прилетели травела И можно переходить к какому-нибудь другому Здесь сделать, допустим, дабл спау и зафармить их Чем я тебя убью Ну, бласт на один Ой, бласт видишь Я путаю бласт Лайзер на один Ракеты на два качаны Ну вот наши жуки, машинки на третьем левеле Тоже как и ракеты Скоро, потому что пойдут ганги уже Потому что есть травела Можно летать по лайнам Ну, поэтому нам нужны ракеты больше Они как бы Ну, не только стиль Они двоих бьют Это больше пользы приносит команде нашей Чем один, допустим, какой-то там удар лазером Вот, не думайте продавать этот вообще Соул ринг, до лейта, до лейте Когда у вас уже будет там хекс какой-нибудь Я не знаю, все равно маны не будет хватать Лучше оставьте его Потому что и там реально полезный Вот, я не знаю, как это будет вам Нужно объяснить Как правильно перезаряжаться Когда вы делаете ТП на травелах Я думаю, вы все это сами увидите То есть нужно будет там юзать Соул ринг после ТП Сразу же Ты так делаешь Вот, ты юзаешь Ну, то есть, вот и пашетесь Когда, ну, сделали ТП Мгновенно юзаете в соул ринг Пускайте вот этих вот жуков своих И перезаряжаетесь Потом у вас соул ринг, естественно, пропадает Зато у вас мана почти фуловая Да не почти, а точно, наверное, фуловая будет И боттл нам обязателен Потому что Ну, сами понимаете Потери ХП будут от соул ринга Опять-таки будем восстанавливать и ману и здоровье Это полезно Вот ракеты полетели Жуков запускаем Бласт Он не умирает Почему-то там его стики спасли Но он на жуков пошел Вот инвокер пробежал Там вообще очень смачно Три секунды кулдауна Ой, три секунды перезарядки От ульты, конечно, видите Он перезаряжается То есть тинкер стоит Вот боттл хаваем Чтобы была мана на перезарядку То есть наша ульта перезаряжает и соул ринг Поэтому мы можем практически бесконечно это делать Перезаряди у тебя соул ринг есть Вот все ракеты, ракета А ну нормально Тут и снайперы добил какие-то они вообще аутисты Стояли вообще ничего не делали Соло ринг, прожми, перезарядись и полетел Ты думаешь, похармишь еще? Ну, то есть смотрите, каким сейчас образом будет все это дело происходить Казалось бы, лоу мана ни на что не хватает Но есть соул ринг И он действительно выручает Ну опять Что за человек? Он не может другой спал найти где-нибудь Сейчас по-любому здесь тоже какие-то А там сложный тоже этот сильный спаун Вот видите, прожимаем с этот Соул ринг Запускаем жуков Перезаряжайся Соул ринг сейчас пропадет То есть перезаряжаемся до того момента, пока мана От соул ринга не пропала Ну и собственно вот опять у нас соул ринг в кд Можем опять связать, допустим, его Пустить жучков А вот на перезарядку уже не хватает Поэтому нам придется просто, наверное, тп аут отсюда делать Ну зато големы тоже получают от этих жуков Ну или ждать Будем добивать их Очень мало дэмэджа, конечно, у тинкера с руки Хотя как, ну мало 74 это нормально Тем более, что тинкер это не дамажащий герой С руки я имею ввиду Он как раз таки выигрывает за счет своих божественных прокастов Это, наверное, самый такой герой С самым болючим прокастом вообще Особенно в лейте Если ему собрать там из Эриал Дагон Это все Это кг Инвокер вообще-то рядом не стоял с таким болючим прокастом Тинкер он, во-первых Ну вот если инвокером, естественно, играть там через ветра Ну это практически стопроцентный килл Если вы правильно все по таймингу сделаете То есть кинете там ветра Санстрайк Торнадо, бласт То да, естественно, вы убьете, наверное Ой, торнадо, метеор Ну блять Ну кинь шрапнель Шрапнель кинь, уебов Этот уже орет Ну и, короче, вот То есть Убили вы одного, у вас все в КД Вы убегаете А вот тинкер им перезарядился И опять пошел месить Пойду орчитов пробить Пойду орчитов пробить Убили Че, мне пока Незнакомый номер А? Какой-то номер позвонил Алиху Непонятный Ну и, короче, вот То есть Тинкер это превосходный Херо-киллер То есть Убийца героев Переведу для тех Кто вообще не шарит в панксиске Напускаем этой херни Ракеты полетели То есть, видите, да У ракеты имеется Огромный радиус применения По одному герою Максимум одна ракета летит То есть Одно, а всего цели две Естественно А тут где? Инвокер зафармил? Или ты заплочил? Или инвокер заплочил Пока бежал сейчас А, ну да Не, ну кто? О! Это минер стайл Пришел снайпер Бабахнул Да, и тут Толку от тебя не будет Ну, ты фармишь сейчас на блинк То есть Блинк это тоже Обязательный Итем на тинкера Ну, не совсем Обязательный, конечно Но, если вы хотите Прям быть Максимально эффективным То собирайте блинк Естественно Тоже, как бы Тинкер Он Ну, не получится У вас в первый раз Так взять Вот по этому гайду Сыграть И затащить Потому что нужен Просто невероятно Жесткий контроль Не то, что контроль А нужно просто Все итомы Успеть чекнуть Кликнуть на тот Или иной Итом в любой ситуации Какой-то Ну, короче Там все Просто Юзать нужно И пальцы Иногда Заплетаются Ну, это не так Сложно Естественно После, наверное Пятой игры Вы привыкнете Юзать Это все Что у вас есть То есть Солдринг Вы обязательно Юзайте Травела Постоянно Кастуете Вот эти Вот свои Скиллы То есть Ракета Там Бласт Короче Все Что у кинкера Имеется Все Юзается Вот в этом Его, наверное Минус Нужно обладать Просто нереальным Как это назвать Скажи мне Нереальным Скиллом Что ли Ну, короче Да Вам нужно успевать Все Клацать Что только можно В этом И проблема Кинкера Кстати говоря Не обращайте Внимание На вот эти Флажки Это Игра через Shift Забавная Штука Если вы Не хотите Чтобы Допустим После того Как вы сделали ТП Вот сюда Вот на линию Вас У вас Точнее Сбили блинг И вы не успели Куда-нибудь прыгнуть В кусты И напускать Вот этих Жуков Своих Ну, я их называю Жуков Так они называются Машинками То есть Смотрите Вы зажимаете Shift Тыкаете на блинг И выбираете Точку И сразу же После того Как тинкер ТПшится Он мгновенно Там засчитан Ну, короче Вообще Без реакции Без какой-то Ничем ему Этот блинг Не сбить Он сразу Автоматически Прыгает в кусты Ну, в ту точку Которую вы указали Это, конечно Ну, может Вы сейчас не поймете Как это делать Но в ProDot Так все и поступает То есть Играя через Shift Особенно на тинкере То есть Ты пэшишься И не нужно Пускать этих Жуков Посреди лайна Нужно всегда Прыгать в лес Ой-ой-ой-ой-ой Это минус тинкер Это точно Как он достал Так куполом Ну, вот Это минус тинкер Был Потому что Там еще под минус Армором Больно очень Че, Вайда убил? Нормально убьет Там еще вот что-то у него Тут еще вот Войд Есть Минус пять Короче Ну, и в принципе Отлично Подрались Вот, смотрите Обязательно Пускайте жуков Ну, конечно Блин Опять Если у вас есть блин Как вы в кусты То блин Канетесь Ой, если у вас нет Его Поэтому собирайте Блин Это Обязательно Я сказал Что это Для того Чтобы быть Наиболее Эффективным Но это не так Наверное Он тоже является Обязательным Итомом для тинкера Потому что Вот Смотрите То есть Тпшится Тинкер Через shift Клацает Блинк Мгновенно Отлетает в кусты Запускает Вот этих Ход жуков Пушится линия Ну и враги Не сразу понимают Откуда летят Эти жуки И они Если вы Тпшитесь Точнее Блинкуетесь Не вот так Вот как сейчас Олег На пустое пространство А куда-нибудь В лес То они вас Не достанут там Если у них нет Тоже блинков Этих самых И вы можете Спокойно Вот допустим Запустить пару Вот этих Вот стаков Машинок И Ну и другой Лайн куда-нибудь Тпшнуться Смотрите Сначала нарез Теперь Через shift Блинки В кусты Залетаешь Две ракетки Не пускал А пустил Жуков успел Я просто просмотрел Вот еще две ракеты У ракеты Конечно Радиус большой Но если вы Не видите Своего врага То есть Он перед вами Прямо скрылся В туман войны То вы Ракеты в землю Просто пустите А торчидо Сгорел Сандкинг Кстати Сколько там Арчит наносит Ну и что И что это Ты за блинки Делаешь Куда это Чтоб круто было Но это лишнее Вы не обращайте Внимание Это просто лишний Контроль Какой-то Никчемный Потому что сейчас Может селедка Какой-нибудь Глинкануться Вот сюда В этот промежуток И кинкера Нашего поиметь У жучков Он смешанный Я уже говорил Поэтому Дамажится Все И вся Ой Войд идет Бласт И он Мясанул Ты по нему Бластом Ну он Да Попадает Но Нет По сути Войд то Может только Увернуться От дэмэджа Способности А не от Эффекта Я тебе говорю Он уходит Только от урона Способности От утороп Эффекта Он Мясовал По мне Мясовал Я что-то Не заметил Наверное Значит Мясовал Наверное У него Бэктрек Просто работал Ой Этот Таймлок Таймлок Наверное Это не блочится Он же Срал На миссы На эти Все Ой Что Несу Воще Ну Наверное Там С таймлока Пару тычек Там Еще Кулс На Был Видишь Надо было В кусты Блинкаться Я Среагиров Когда он Здесь Тополь Я Среагиров Хотя Куда Блинкнул Успел На Мне Уже Да Он В кусты Вот Смотрите Вот Через Шифт То есть Шифт Задерживаем Через Шифт Кстати Можно Не только Юзать Блинк Можно Использовать Наши Способности То есть Нашу Третью Способность Перед Тем Когда Мы В то Время Как Мы Тп Зажимаем Шифт Кликаем Блинк И Кликаем После Этого Уже Наш Третий Скилл Это Как 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 Макросы Как Будто На Тинкере Шифт Это Макрос То Что Запоминается Ваши Действия В Выборном Порядке То есть Сначала Блинк Потом Сейчас Он Сразу Блинк И Запускает Этих Жуков То есть Он Два Действия Выполняет Через Шифт Ну Вот Есть Гос Кеттер То есть Сейчас Руки Нам Войд Не Нарежет Мы Сможем Допустим Блинк Ануться Или Сделать Тп Собьет Ему Блинкаемся В кусты И Тп Нарез Вот Он Естественно Все Это Дело Хилим Перезаряжаемся Травла Готовы И Опять На Другой Лайн И Вот Так Вот В принципе Мы Будем Сейчас Сноситься Пока У нас Не Убьешь А Песок Ну Ты Я вижу Это Все Подозрительно От Крипы Фармятся Это Хорошо У Вайдамом Вард Стоит Вообще Ой У него Вард Есть Кстати Да Не Собьет Он Никак Он Не Собьет Хоть Там Пуш Будет Стоять Дымить Около Этого Крипа Не Собьется Это Уже Проверено Там Просто Мгновенно Это Ж Не От Тебя Зависит Не Твоя Реакция А Реакция Компьютера Компьютер Все Делает Прям Миллисекунду По Мере Возможности Сразу Мгновенно Не Собьет Да Не Собьет Уже Видел Такое Блинкается Легко Там Не Только Пуш Я Еще Где То Видел Такую Ж Херню Если Допустим Даже Со Мной Ситуации Были Когда Я Там же Стоял Пуш Какой Нибудь Если Моя Реакция Ну Как бы Может Даже Такое Провернуть А Реакция Компьютера Уж Тем Более Херню Так Умницу Что Капец Ну Ладно Shift Это Тоже Не Обязательное Действие Но Если Вы Умеете Через Шипты Играть Через Флажки То Это Круто Конечно Вам Это Будет Полезно Это Машинки Это Вещь Раньше Как-то Ее Недооценивали Если Вы Просто Видите Тинкера Без Машинок Который Качает Качается Через Лазер И Бласт То Это Неправильный Тинкер Толку Такого Тинка Не Будет Хотя Он Может Это Какого Нибудь Донного Не Знаю Мидера Унизить С Помощи Этих Двух Спеллов Но В Нормальной Игре Эффективности Такого Тинка Не Будет Вообще Никакой Хочешь Сказать Тебе Так Поможет Покупай Дагон Почти Надо Все Есть Дагон Первого Левела Пока Что К сожалению Но Это Хоть Что-то Кстати Говоря Селелку Наверное Сейчас Даже С Прокаста Уберешь Если Она Врубит Первый Скилл На Изичих Сколько Демиджа Дополнительного По ней Пойдет Олег Кидает Просто Эти Машинки Иногда Просто В никуда Вот Сейчас Тут Заряд Машин Вообще Зачем Он Был Нужен Второй Я имею Ввиду Так Сейчас Я Ну Ульту То Зарядить Мог Ну Ладно Хорошо Бласт Все Ну Даже Вече Таймлоки Не работает Все Перезарядился И Спрокаста Убил Воет Еще Под Момом Будет Развалиться Просто Нереально То Есть Там Дагон Видите Вырубаешь Бласт И Он Начинает Просто Косить Нереально Хорошо Что Он Тебя Куполом Не Зацепил Да Да Не Просто Где Твой Жуки Ты же Их Пустил Ау Полетели А тогда Мне тоже Показалось Что Ты Пустил Жуков Ешкарный Ты Кошмар Емор Вы Иди Вот Дебил И Капец Нас Тур На А Че Одно Дерево Осталось Да О Страйк Они Поэтому Не могли Залезть Он Так Бластом Хорошо Попал Получается Тобой Только Два Дерева Разрушил И Там Одно Еще Осталось Это Опасная Ситуация Но Олег Все Он Сейчас Перезарядился Там На Фуловой Мани Сейчас Будет Их Тут Развлекать Немножко Хотя Че Тут Развлекать Просто Допустим Таверу Плох Естественно Но В плане Пушинга Линии Убийство Крипов И прочих Живых Существ Он Просто Нереально Силен Волну Жуков Запускаешь Они Летят И Сжирает Все На Своем Пути Что Только Можно Афель Искат Погляжу Че В куполе Там Братка Бф Охренеть Слышь Это Может Плохо Кончиться Да Не Ну Хотя Да Под Мон Просто Где Главное Изерил 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 Офармить И усю Грейс Свой Сразу Что С первого Левела Этого Да Он И так Под Мон У тебя Развалится Ну Видишь Бласт Торнадо Далекая Не Особо Конечно Далеко Ну Сан Срань Даже Кину Кстати Ой Заданай 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 И все Ну Жуки Катапульт Хавают Тоже Все подряд Просто Всеядные Чуваки Ну Вот Видите Бывает Не попадают Что это Такое Данай Бастлбэк 3 300 Нужно Дайзерила Гост Гост Форма Сейчас Была Лишь Тебе Кажется Ну Да Кстати Вот Чем Он Еще Полезен Когда Вот Мы Приходим В толпу Крипов И Нам Нужно Ботлом Как-то Отпиться Нужно Прорезать Сначала Гост Форму Вот Эту Свой Гост Кептер Чтобы Крипы Нас Не Смогли Бить И Мы Спокойненько Попьем Боттл Ну И Там Восполним Недостаток Маны Какой-то И Для Чего-то Нарез Вам Вообще Очень Часто Нужен То Есть После Каждого Выхода На Линию И Вы Сначала Идете Естественно Нарез Всполняйте Все Что У Вас Чего Вам Не Хватает И Опять Ты Пошетесь На Другой Лайн Очень Трудно Тинкера Поймать Ну Правда Да Если Захотеть Естественно Легко Потому Что К примеру Сейчас Войд Просто Стоять Здесь Тебя Ждать Ты Ну Как Б Видно Куда Ты Блинка С Ставишь Купол И Убиваешь Но Они Не Хотят Ждать Войд Пофармил Ушел Хотя Он Опять Вернулся Почему Ты Не Хочешь Не Хотят Они Тя Ловить Так Вот Я Вот Когда Против Меня Тинкер Я Прост Могу Минуты Две Стоять В этих Гребаных Кустах Ждать Пока Он Ко Налайн Прилетит Чтобы Что Сделать Естественно Я Его Жду Тогда Когда Я Уверен Что Я Смогу Убить Не Все Итому Переза Какие Итому Не Перезаряжаются Емп Красавчик Для Тимбер Бласт 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 Бережи Нормально Жуки Это Грызут Хорошо Уйти Уже Все Ну Три Полки Снайпер Получается Просто Лоу КП Добил Минус 5 На Минус 2 Разменялись Нормально Вот Есть У нас Собственно Эзерил Это Такая Усиленная Призрачная Форма Если Вы Уж Очень Жесткий Рак И Не Знаете Что Это Ты Том Дает В общем Расскажу Позволяет Кидать Не Только Гост На Себя Но И На Выбранного Врага Причем Этот Враг Сначала Когда Мы На Него Эту Форму Кидаем Получает Урон В общем Зависящий От Нашего Основного Атрибута То есть От Интеллекта Чем Больше У нас Инты Тем Больше Мы Этим Эзерилом Дамажим Просто Когда Мы Кидаем Плюс Эзерил Намного Усиливает Магический Урон Который Получает Враг То есть Если Мы Под Эзерилом Фиганем Ему Дагоном Точнее Сначала Кинем На него Этот Эзерил И потом Фиганем Дагоном То Он Развалится Просто Жестко А у нас Все Спелы Имеет То Магический То Смешанный Урон Ну Чистый Это Тоже Как бы Тот же Самый Магический Только Чистый Без Разницы Короче Он Тоже Через Эзерил Дерется Вот И Ну Собственно Все У нас Усиливается Ракеты Лазер Дагон Жуки Тоже Хавают Ну Не Усиливается Чистый Он Не Это Ладно Значит Мой Косяк Просто Как Б Я Что Это Такое А Это Наши Забрали Ну Ладно Зато Ракеты Дагон Это Самое Главное Сейчас Ну В Любом Случай Чистый Урон От Бласта Боже Что Опять Я Несу От Лазера Он Все Равно Полезен Ну Из Про Кастас Из Эли Он Мы Можем Убивать Найти Чих Давай Вот У нас Сейчас Второй Ламул Ульты Две Секунды Перезаряжаемся Ракета Полетела Секунда Вторая Долго Конечно Все Равно Это Все Дело Происходит Инвокер Думаешь Не Убьешь Ты Издеваешься Убьешь А Да Он Тоже Призрачной Форме Не Такой Может растеряться Ты Не Ну ХП Наверное 100-150 У него Останется После Твоего Прокаста А там Он Возможно Что-то И Предпримет Чтобы Убежать От Смерти Своей Иди Убей Ты Сейчас Уже Двумя Ракетами Ухарасил Ну Че Пойдешь Вот Да Конечно Блин Да Печаль А это Даже Забавно Кстати А не Не Умер Не Умер Я Думал Сейчас Он Тп Шмит А Убили Минус 5 Опять Опять Минус 5 Не Особо Тут Тащишь Казать Ну Да Ну Есть Игры Просто Когда Тинки Он Тинкер Он Вывезет Тук От Кожи Если Даже Наши Там Тащить Особо Не Буду Как Это Сложно Естественно Если Наш Команды Там Нарядим Тинкер Играет Но В любом Случай Тинкер Я Голуб Повторюсь Он Просто Один Наверное Из лучших Убийц Героев И Практически Каждый Каждого Может Вынести Даже Если Он Допустим Прыгает Там В двух Врагов Это Естественно Может Кончиться Для Них Смертью Легко Причем А Минера В каждом Пабе Страны Даже Не Простите Меня Сделать Гайки Этого Персонажа Потому Что Я Не Собираюсь За него Играть Я Сразу Понял Еще До Очень Скучно Вот Это Он Ошибся Но Хотя Что Сделать Сдох 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 Этот Вот То есть Его Сейчас Жуки Сожрали Пока Он В этом Облачке Стоял И Что Это За Суицид Был Кривой Да Он Не Вдамажил Даже Суицидом И Тут Еще И Торнадо Кидает И Логер И П Кину Хоба И Сель Такая Надул Или Ты Реально Хотел Прыгнуть А В Кого Ты Думаешь Так Легко Убьешь 52 Надуешь Блин Анимация Блинка Даже Не Успевать Затем Когда Ты Ты Видишь Сначала Блинка И Потом Вот Это Вот Разбитая Херня Не Знаю Как Это На Что Похоже Вообще Когда Блинкаешься Будто Зеркало Какое-то Разбит Или Стекло Давай Давай Ну Кто Мне Показал Скин Не Ну Тинкер Да Тоже В Инициации Силен И Особенно Вот Это Да Мачо Ну Не в начале Игры Конечно Мы Сильны Когда Нам Есть Чем Убивать То Мы Можем Давай Залетай Быстрее Где Ты Жуков Опять Трипл Кил Без Олега Хоть Состил Ладно Давай Ай-яй-яй Пойдешь Ты думаешь Он где-то Тут Он уже Убежал Наверное Нарез И уходим Сейчас Бласт Еще Врыл Ну Короче Тут Уже Да Сами Ой Ой Должен Жуков Сгореть Не сгорит Не Не В ту Сторон Пошел Куда То Я Через Что Через Век Или Через Зор Там Непонятны Как Будете Ну Совсем Чуть Чуть Не Хватило Чтобы Убить Купил Пыль А Место Чего Тут Все Лот Ваш Идеальный Закуп Короче Менять Практически Здесь Непонятны Непонятны Можете Продать Боттл Вот Это Да Да Крозетовый Раз Растлей Растлей Смотри Как он Бразил Не Зря Перезарядиться Просто С руки Терри Наваливаем Давай Дагон Рож Этого Ты Уже Не Убьешь Смотри Аж Огонь Анимация Прикольная А если Ремпэйш Там Что Будет Я Не Видел Еще С Таким Эффектом От Надписи Не Успеешь Ты Успеешь Давай Ты Дагон Первый Левел Купил На Все Там Уже Сбилось Или Нет Нет Все Уже Сбилось Тинкер Выфармливает Эти И Уже Идет Шесть Секунд Сейчас Еще Второй Кил И Все И Сносится Трон Это Легко В принципе Да И В любом Случай Я Повторюсь Если Даже Наша Команда Сильно Не Доминировала Тинкер С такими Итемами Это Уже Смерть Для Любого И Каждого Конечно Если У вас Такие Итемы А вы Играть Не Умеете Ничего У вас Не Получится 12 6 Ассистов То есть Кто Тя Один Раз Убил Войд А Второй Раз Тебя Взолит Словили Где-то Тебя Нес Нес В течение Всего Гайда И Сейчас Продолжаем Альт F9 Шарман Вырубаем Пока Субтитры